Хорошо. Значит, господа, я хочу вот Марию Агапову позвать сюда. Можно, Маша, тебя на секундочку? Мы уже завершаем официальную часть нашего вечера, нашей акции. Это не вечер. Маша, я могу тебя попросить прочитать вот такое, еще одно красивое такое стихотворение в завершении. Имеется в виду вот наша официальная программа. А потом мы гостей еще послушаем. Сейчас Мария Агапова. У меня все красивые стихи. Ну, Петербург — это не только Нева, Петр, это еще и холод и бесконечно проходящие мимо поезда. Не думала, что пять часов мороза сведут к нулю и жесты, и слова. Лишь дробный стук ночного паровоза напоминает мне, что я жива. Как на ресницах маленькие льдинки, так у вагона неостывший след. Я ненавижу посещать поминки, поскольку я люблю, и смерти нет. Я вовсе не считаю остановки, считаю цифры, глупая игра. В мой смутный сон вплетаются веревки и прочая смешная мишура. Здесь видно, кто-то что-то перепутал, какие-то неправильные сны. Ведь не одно и то же путь и путы, и сердце — не наживка для блесны. Пусть этот поезд обойдет экватор, в вечерний час толпы и суеты так много лиц обрушил эскалатор. Поверь, такой неинтересный театр, дай бог, у них сбываются мечты. Шесть тысяч лет — все дальше и бесследний. Нет бесполезней выкрика «Постой!» И нет милей той станции последней, Той станции холодной и пустой. Спасибо. Мария Агапова. Спасибо. Мария Агапова. У Маши есть книжки. Кому интересна ее поэзия, потом подойдите к ней, она скажет, как их взять. Спасибо. Мария Агапова. Значит, дорогие друзья, в этих книжках, естественно, ее стихи.